Привет дорогие друзья! Многие из нас в церквях боятся таких обращений, направленных к лидерам, к руководителям, к церкви, руководителям народа. Они считают, что эти обращения исходят от бунтарей и мятежников. Однако же Новый Завет, Господь Иисус Христос в Новом Завете никогда не стыдился прямого обращения, прямого диалога именно в первую очередь с лидерами, с лидерами Божьего народа. Иисус в определенном смысле конфликтовал с религиозным главенством, священством, руководителями народа. Евангелие от Марка, глава 11, 27 стих. Пришли опять в Иерусалим, и когда он, Иисус, сходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины. Итак, у Иисуса намечается диалог именно с первосвященниками, книжниками и старейшинами, лидерами народа Божьего того времени. Вот. И стих 1, 12 главы Марка. И начал говорить им, вот этим первосвященникам, книжникам и старейшинам, притчами. И мы видим здесь, что Иисус говорит притчами, то есть определенными такими образами, определенными аллегориями, простыми такими историями. Иисус пытается донести духовный смысл для первосвященников, для книжников и старейшин, руководителей Божьего народа. И он говорит, что некоторый человек, и здесь Иисус подразумевает Бога, что Бог насадил виноградник. Именно Бог насадил Божий народ. Именно Бог образовал Божий народ. Именно Бог создал еврейский народ. Также, таким же прямым образом, церковь сегодня, она никогда не была образована людьми. Иисус сказал когда-то, на всем камне я создам церковь. Господь Иисус есть создатель церкви. Он насадил этот виноградник. И в Новом Завете церковь названа прямым образом, виноградником. Иисус сказал, что я лоза, я куст. Отец мой виноградарь, а вы ветви на этом кусте, на этой лозе. Итак, мы говорим сегодня о церкви Божией, которую насадил Господь Иисус. И обнес оградою, выкопал точила, обустроил различным образом церковь. И отдав его виноградарям, отлучился. Здесь написано, что человек или Бог отдал свой народ, свой виноградник, отдал виноградарям. Так и сегодня, в определенном смысле, Господь Бог и Иисус Христос отдал свою церковь как бы во власть, попечительство, заботы, такого хорошего руководства и наставничества лидером. Лидером, руководителем в Божьем народе, пресвитером, старейшином, учителем, Слово Божие, пасторам. И стих 2. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Мы видим, что Господь Бог хочет принять, Господь Бог хочет принять плодов от виноградника. Все плоды в винограднике, другими словами, все результаты виноградника, все то, что производит благое и хороший виноградник, принадлежит никогда не виноградарям, никогда не управителям, не распорядителям имения Божьего, а самому Богу. Сегодня виноградник или церковь имеет определенные плоды. Какие? Например, такой один из плодов, как радость. Человек, пришедший к Богу, уверовавший в Бога, ставший частью Божьей семьи, ставший частью церкви, начинает учиться любить и начинает любить. И вот эта любовь, которая производится в нем, должна быть плодом, адресованным Богу. Более всего церковь должна учить, более всего церковь должна наставлять человека любить Бога, быть влюбленным в Господа Бога. Но мы видим, что здесь в виноградаре, они схватив этого слугу, который требовал, чтобы виноградника плоды были переданы владельцу виноградника, то виноградаре не схватив слугу, били его, отослали его ни с чем. И сегодня в определенном смысле религиозные лидеры, а к ним обращается Иисус Христос в этом общении, в своем обращении, в этом диалоге, религиозные лидеры, они забирают плод какой-то у Бога и присваивают себе. И сегодня в определенном смысле церковь, некоторые церкви и ряд церквей, и даже церковь, она вместо того, чтобы учить человека любви к Богу, влюблять человека в Бога, чтобы человек просто как бы в хорошем смысле пленяем Богом, эта религиозная организация, она влюбляет человека в себя, лидеры влюбляют человека в себя, лидеры делают людей преданных и влюбленных в себя. Есть такой плод еще в церкви, как преданность, верность, и всегда библейская верность – это быть верным Богу, это учить человека быть преданным Богу, верным Божьему Слову, неизменным Божьему Слову. Но сегодня в церквях, это факт, во многих церквях с кафедр проповедуются верность пастору, верность своему религиозному лидеру, верность своей динаминации. Как ты можешь быть верен Богу, типа, если не верен своей организации, да? То есть, другими словами, как бы вот эти, как бы Бог здесь всегда отодвигается на второй план. Он есть, да, должна быть любовь к Богу, но любовь, как бы, к лидеру превыше, верность лидеру превыше. Ты именно на самом деле любишь Бога только через лидера. Любя лидера, ты любишь Бога. Будучи верным лидеру, ты верен Богу. Все как-то каким-то образом меняется. И вот через эту вот фальшивку и такую подстановку такую происходит то, что плоды от виноградника уходят не Богу непосредственно, а их присваивают эти религиозные лидеры. Вот. Есть такой плод еще в церкви, который церковь рождает. Это плод послушания, смирения такой плод, или кротости, да? Есть такой плод духа, кротость. Это тихий, покорный, смиренный человек, подчиненный человек, послушный человек. И сегодня церковь, она начинает, эти лидеры религиозные, они начинают учить тому, что самое важное смирение, смирение перед человеком, нужно быть кротким и подчиненным человеку, беспрекословно подчиненным своему лидеру. Церковь должна учить сегодня о безоговорочном, капитуляционном послушании Господу Иисусу и Его Слову. Церковь должна учить преданности и глубокой покорности Божьему Слову, чтобы каждый христианин приносил такой плод, как послушание Богу, верность Божьему Слову. Это есть настоящий плод. Но эти виноградари, они воруют плоды у самого Бога и присваивают плоды себе. Вот. Есть такой плод еще в церкви, как финансовый какой-то результат, да? У человека происходит какое-то процветание, ну, в хорошем смысле этого слова, изобилие. И здесь религиозные лидеры присваивают результат. Вместо того, чтобы человек мог свой финансовый плод распределять так, как хочет Бог, по воле Бога, действуя в соответствии с новозаметным эталоном, эти лидеры делают так, что финансовый результат людей направляется на них и к ним под видом Бога. Во всем этом есть большая подмена, что Бог становится в церкви на второй план. Он как бы помощник лидерам в их служении, в устроении их царствия. А в центр всего виноградника становятся эти виноградари, эти религиозные лидеры. И вот Иисус обличает этих религиозных лидеров, говорят, что вы пленили виноградник. Вы украли виноградник у Бога. Иисус сегодня также обращается к руководителям церквей, говорят, что вы своровали церковь, вы себе присвоили церковь, которую я насадил, которую я искупил своей драгоценной кровью, за которую я умер, которую я обнес оградую, которую я обеспечиваю. Это моя церковь. И виноградари, эти управители, эти руководители церкви, они этого не понимают. И Бог посылает здесь, Он посылает своего слугу. Но люди этого слугу бьют, отсылают ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять послал другого, и того убили, и многих других, кто били, то убивали. И сегодня периодически Бог воздвигает в церквях таких людей, как простые братья, вот простой брат, простая сестра, которая понимает ситуацию, понимает, что церковь была сворована религиозными лидерами. Их же Бог поставил, этих лидеров. Он отдал виноградник, как бы, в их попечение, чтобы они заботились не о своем, а о господнем винограднике, и плоды Господу предназначались бы в нем. Но они своровали этот виноградник, и люди начинают понимать, и начинают об этом говорить. Начинают обличать, вот. Поднимается, Бог поднимает пророков своих, поднимает учителей Библии, проповедников, которые, видя все это, начинают возмущаться и излагать свою мысль. И таких людей всегда отпускают с бесчестием, таких людей поносят, говорят, что они бунтари, они противники, они мечежники, они восстали против Бога, хотя как раз-таки наоборот, они являются теми слугами, через которых лидеры восстали против Бога и бунтуют против самого Бога. И кого-то бьют, кого-то отсылают ни с чем, кого-то лишают какого-то служения, кого-то удаляют из церкви, в общем, кого-то хулят эти лидеры из тех, кого Бог, из этих слуг, кого Бог посылает к лидерам. И стих 6. «Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего, но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». Вот он, их внутренний мотив, вот он, их внутренний эгоизм и обнажился. Они решили убить сына, чтобы наследство, чтобы виноградник и все остальное наследство было наше. Сегодня многие религиозные лидеры, к сожалению, они строят сегодня динаминации, мотивируясь собственной похотью, собственными амбициями. Знаете, когда Иаков писал, там, где зависть и любопрение, там неустройство, там, где зависть и сварливость, вернее, да, зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот это слово «сварливость» буквально переводится с греческого «к соперничество». Там, где зависть и соперничество, там неустройство, все худое. Многие сегодня строя Божию церковь, они мотивированы завистью, соперничеством. Они хотят построить свою динаминацию, чтобы сделать себе религиозную карьеру. Многие мотивируются корыстью, они уловляют души из-за постыдной корости, из-за любостяжания, из-за жадности и алчность. Они хотят построить свою динаминацию, решить свои финансовые вопросы. И там, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Это слово сварливость, например, в старославянском переводе там так сказано, там где зависть и рвение, там неустройство и все худое. Есть определенное рвение, рвение лидеров. Есть очень сильно горячие религиозные лидеры, очень активные религиозные лидеры, которые регулярно рождают проекты, побуждают народ действовать, чтобы приводить души к спасению. И у них, у этих людей есть рвение. Но это рвение, это не есть рвение, вдохновленное Духом Святым ради Бога, ради плода Бога. Это есть рвение для того, чтобы сделать свою религиозную большую карьеру, свою динаминацию, получить плоды от виноградника себе. Бог же, он где-то, он тоже есть, да, Бог, но он на втором плане, он помощник во всем этом. В центре же такой общины, такого виноградника становится лидер, религиозный лидер, а Бог ему во всем помощник. Вот, все время Павел говорил, что когда меня, говорит, плев филиппийцам пленили, посадили в вузы, то многие братья начали более активно проповедовать Евангелие. Некоторые, правда, стали проповедовать Евангелие по любопрению и зависти, то есть по соперничеству и зависти, мотивируясь тем, чтобы соперничать, быть первыми, быть большими, быть лучшими, быть более эффективными, построить свою большую динаминацию, свое служение. Но Павел говорит, эти люди проповедуют Христа нечисто. Некоторые искренне, а кто-то притворно и нечисто, лицемерно проповедуют. Эти нечистые мотивы делают и человека религиозного лицемера. Он горячий, он проявляет рвение, он проповедует Евангелие, он заставляет других створить проекты, двигаться, евангелизировать, увеличивать свою структуру, создавать такой сетевой церковный маркетинг, чтобы нас было больше. И Павел говорит, что пусть они проповедуют и нечисто, и пусть проповедуют неискренне, но я и тому рад. Потому что Павел понимал, что люди, мотивируясь нечистыми мотивами, они проповедуют все же Евангелие, используют Евангелие для устроения своего царства. Но Бог будет действовать даже через это. Бог действует не из-за чего-то, а действует вопреки чему-то. Бог, смотря на все это, как люди присвоили виноградник и строят свое царство в церквях, эти лидеры, Бог говорит, ну хорошо, вы делайте свое дело, на суде я вас спрошу за это. Я же через это все равно буду достигать своих целей. Именно поэтому Дух Божий может касаться людей и касается людей. В послании Галатам написано, что в третьей главе, что галатийцы впали в законничество, что они стали не покоряться истине, что они были околдованы, опьянены таким обольщением каким-то, что уже не видели Христа, который до этого был предначертан пред ними распятым. И они впали в плоть, начавшие духом впали плотью. Но дальше Павел продолжает. Но Бог же, совершающий все же между вами чудеса и подающий вам духа, через дела и закона сие делает. То есть Павел пишет, что все равно, хоть галатийцы впали в неправильное, стали жить по плоти, построили какую-то структуру упования на собственные силы, но Дух Святой все равно касался людей. Дух Святой все равно изливался на людей, подавался Богом на людей. И Бог творил между ними чудеса. Бог действует не из-за чего-то, а вопреки. Вот почему сегодня в структурах все равно действует Дух Святой. Вот почему сегодня в тех деноминациях, где виноградник похищен этими виноградами, действует Дух Святой, и Евангелие работает, и люди спасаются, и происходят изменения. Но на суде каждый будет давать отчет. И здесь мы видим, что хозяин виноградника посылает своего любезного сына. Но виноградарь и лидеры говорят, его убьем и завладеем наследством. Знаете, кто убил Иисуса? Даже непростой народ. Иисуса распял и убили, в первую очередь, религиозные лидеры. Иисус сказал когда-то в Матвееве, что надлежит мне идти в Иерусалим и быть отверженными первосвященниками, книжниками, старейшинами, быть отверженным и быть убитым. Инициировали смерть Иисуса Христа именно религиозные лидеры. Народ же просто был глуп, народ был просто простодушен и шел на поводу этих лидеров. Но начало распятия Христа, начало убиения Христа было именно из лидеров. И сегодня первые, кто восстают против Христа, кто распинают Христа, кто убивают истину Христа, это религиозные лидеры. Это руководители в Божьем народе, они первые бунтари, первые, кто восстает против хозяина виноградника. Это они распинают Господа Иисуса. И стих 9, что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали всего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И мы видим реакцию хозяина виноградника, что такие дела, дела похищения виноградника, дела отвержения Божьих слуг, Божьих пророков и просто братьев, приносящих истину, которые хотят отдать плоды, возвратить плоды виноградника Богу, вот, эти дела достойны смерти. Хозяин виноградника придет в конечном итоге и придаст смерти виноградникам, виноградарей, и отдаст виноградник другим. И сегодня есть такие собрания, есть такие служения, где другие, другие лидеры, другие служители Божьи, они попекают Божий виноградник, взращивая народ Божий. Это искренне настоящие лидеры, двигающиеся в простоте. И они приносят плод Богу и покоряют собрания Божьи не себе, а Богу покоряют. Есть такие? Вот. И стих 10. Неужели вы не читали, Иисус продолжает, да, неужели вы не читали всего в Писании, что камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и из дивного чах наших. Глава угла. Глава в церкви – это Господь Иисус. Основание всякой церкви – это Иисус. Я знаю, что есть церкви, в которых все строится на подчинении и влюбленности сильного харизматического лидера, на подчинении ему, где во главе стоит сильный харизматический лидер. В этих церквях учится, что церковь строится на лидеры, что церковь строится на Петрея. И сегодняшний самый старший наш пастор – это Петр. На нем строится церковь. Но не понимаем ли мы, что глава угла – это Иисус Христос, и это есть от Господа. Это есть от Господа, это есть удивительно в глазах наших. Глава церкви – это Господь Иисус. Нет другой главы, нет другого основания для церкви, только Господь Иисус является основанием церкви. И Он имеет полноправную возможность главенствовать в своей церкви, руководить в своей церкви, рулить в своей церкви. Это Господь Иисус. Давайте откроем 3 Иоанна. В 3 послании Иоанна, в 9 стихе прочитаем, Иоанн пишет, «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые Иоанн делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». И мы видим картину неправильного церковного строения, когда Иоанн пишет, что «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас». Иоанн был носителем Евангелия. Тогда не было записанного евангельского слова. Тогда носителями Евангелия были апостолы. Они были живыми носителями евангельской мысли, Евангелия Господа Иисуса Христа. И Иоанн писал церкви, но в церкви, любящий первенствовать, был такой диатреф. И сегодня церкви полны такими диатрефами, единоличными религиозными лидерами, которые любят первенствовать. Быть первыми, быть самыми главными. Быть теми, кем все восхищаются. Быть самыми значимыми. Все решать и всем рулить. Диатреф первенствовал и главенствовал в церкви. Мы должны понимать, что никакой лидер никогда не главнее самой церкви. Иисус говорит, что если не послушает тебя брат согрешивший, скажи двоим, троим. Если не послушает двоих, троих братьев, да, братьев, скажи церкви. А если церкви не послушают, тогда он тебе язычник и мытарь. Последняя инстанция церкви – это церковь. Это вся церковь. Она важнее пастора. Пастор является часть церкви. Все религиозные лидеры, все религиозные руководители, пресвитеры церкви, старейшины – это часть церкви, а не те, кто надо церковью. Не те, кто выше церкви. Церковь всегда больше, чем лидеры церкви. Но есть такие диатрефы, которые делят себя на свое я религиозное, авторитетное и на церковь. Они любят первенствовать, они любят главенствовать. Они никогда не принимают евангельской мысли. Как носители Евангелия Иоанна не принимали, так эти люди не принимают Евангелие. На самом деле, эти лидеры чаще всего рожают законнические учения. Законнические учения, прорабощающие во власть динаминации, во власть самого лидера. Различные законнические доктрины. Эти люди, например, евангельская мысль гласит, что в первой церкви, согласно Евангелии, никогда не было обязательных финансовых приношений, поборов. Все собирали добровольно. Павел писал, что доброходно дающего любит Бог. Каждый уделяет по расположению сердца не с принуждением. А диатрефы, они проповедуют десятину, проповедуют, что ты проклят, если ты не отдаешь. Они применяют старую законническую ветхозаветную модель в новой церкви, которая должна жить по новому завету. Они не принимают носителей Евангелия. Они не принимают Евангелие. Иоанн пишет, я писал церкви, но этот диатреф, любящий первенцать, не принимает нас. Они не принимают Павла. Они принимают только свою законническую модель, свой авторитаризм, в общем. И посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. И не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев. Мы видим, что диатреф не принимал братьев, то есть не принимал власти братьев, не принимал слова от братьев. И мы знаем, что есть в этих церквях, где там все строится на сильном, харизматическом, помазанном лигере, которого все влюблены. Никто, какой брат, никогда не принимается в расчет. Кто ты такой? Ты просто брат. Вот у нас есть супер пастор, имя которого нужно произносить с восхищением, титул которого нужно писать с большой буквы, называть его на вы. Вот кого нужно принимать. Братья не принимаются. Их мнение не принимается. Они не важны. И он, для него, этот лидер не принимает братьев и запрещает желающим принимать братьев, принимать слово от братьев, наставление от братьев. Нет, только меня принимай, ведь я лидер. И изгоняет из церкви. Диатреф выгоняет из церкви. Этот единоличный правитель в церкви выгоняет из церкви. Никогда мы не встретим, чтобы в какой-то церкви был, что, например, первые апостолы, из них был один самый главный единоличный апостол. Павел двигался с Варнавою. Апостолы двигались группами, среди них не было самого главного апостола. Пресвитеры всегда в Новом Завете встречаются во множественном числе в контексте служения в церкви. Во множественном числе. А тут мы видим единоличное правление. Единоличное правление, авторитарное правление не есть модель Бога. Бог действует через коллегию. Бог действует коллегию властимеющих, руководителей, и через всю церковь. И мы видим, что эти диатрефы, они изгоняют, выгоняют из церкви, выгоняют тех, кто не угоден. И сегодня многие братья по всей России, они были выгнаны из церквей за то, что осмелились сказать евангельскую мысль. Осмелились восстать на такие, на две вещи. Тебя выгоняют из церкви, и ты ярый мятежник, когда затрагиваешь две вещи. Это первое, власть и авторитет этих диатрефов, этих помазанников. Когда ты говоришь о том, что давайте, ну все равны, просто кто пастор, это такая функция. Все мы равны, мы все можем излагать видение, мы все должны принимать решения. У нас есть Господь и есть Писание. И ты, когда восстаешь на эту власть или обличаешь, не дай Бог, этого помазанника, ты его обличаешь, то ты сразу изгоняешься из церкви. Ты восстал на святое. Ты восстал на самое святое, на авторитет и личное эгоистичное я, этого религиозного лидера. И вторая сфера, на которую категорически запрещается восставать, это деньги. Ты не имеешь права считать деньги, размышлять, куда это деваются деньги, как ими распоряжаются. Ты не имеешь права и подумать, почему это у религиозного лидера хороший загородный коттедж, почему это такая крутая машина, почему религиозный лидер, который собирает деньги от стада, живет лучше, чем стадо. Почему сегодня пастор церкви живет намного богаче, чем люди, от которых он кормится. Такого не должно быть. Почему его дети учатся за границей. Почему он посещает дорогие мероприятия, устраивает дорогие банкеты. Почему тогда, когда большинство церкви, эти бабушки, дедушки, эти пришельцы, бесквартирные приезжие, они не могут позволить себе и десятой части, и сотой части того, что позволяет пастор. И как только ты начинаешь об этом думать, и начинаешь мыслить евангельски, видя, что не было десятины в первой церкви, были доброходные приношения, и эти деньги не шли даже на служителей в первую очередь. У Петра и копейки денег не было, чтобы нищему подать. Он говорит, серебра и злота нету, мне говорит Петр, хотя деньги, огромные суммы к ногам апостолов приносились. Деньги распределялись в церкви между нуждающимся, каждому нуждающемуся давалось, кто в чем иметь нужду. Когда начинаешь что-то понимать и говорить, слушай, ну не было же десятины, и куда деньги распределяются? Все, ты восстал на святое, ты бунтарь. Бунтарь. И тебя изгоняют, диатреф тебя выгоняет из церкви. Ты затронул две святые вещи, их власть и авторитет, этих диатрефов. И ты затронул деньги, ты не имеешь права даже думать и говорить что-то. Ты затронул деньги, десятины пожертвования и распределения финансов. Ты бунтарь и мятежник. И тебя выгоняют, так бывает. Деяние, глава 4. И часто человека выгоняют из церкви, но его, бывает, отлучают. Его даже придают как-то анафеме. Посылают кучи различных проклятий, говоря, что он бунтарь. Перед всем собранием позорят его, убеждают простудочных людей, что он бунтарь, что Бог его поразит. Вот он сейчас уйдет и увидит в скором времени, что поражение от Бога придет. Бог накажет этого мятежника и бунтаря. За него молятся, посылают проклятия, придают его анафеме. Люди ждут, вот в скором времени он упадет, придет в его жизнь болезнь, и Бог покажет, что он бунтарь. Вот таким образом высвобождаются угрозы и проклятия. Жизнь человека, который принес евангельское венгия, который стал слугой от хозяина виноградника, который требовал плодов виноградника себе. И Деяние, глава 4, христиане говорят здесь такие слова, что восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Восстали религиозные князи, восстали цари религиозные. И здесь именно церковь говорит в контексте старейшин, священников, религиозных лидеров, что они восстали, собрались вместе на Господа и на Христа его. Стих 27. Ибо поистине собрались в городе семна святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтипилат с язычниками, и с народом израильским в лице этих священников. Вот. И стих 29. И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. Итак, люди молятся, христиане молятся, Господи, возри на угрозы их. Буквально это означает с греческого, Господи, с греческого, присмотри за их угрозами. Господи, присмотри за их угрозами, помоги, чтобы их угрозы не возымели результата. Друзья, ты должен понимать, что часто эти проклятия, эти угрозы, эти молитвы, которые были высвобождены в адрес Твою, в адрес Того, кто восстал на святое, святых религиозной общины, на деньги и власть помазанников, что эти проклятия, они угрожают Тебе, они могут сработать Твоей жизнью. Эти проклятия, они могут иметь место, и они могут достичь каким-то образом Тебя. Определенные духовные силы могут быть высвобождены и высвобождаются в Твою жизнь. Определенные действия происходят, действия колдовских молитв, и здесь люди молятся, христиане, Господи, возри на угрозы их, не относись слегкомысленно к тому, что Тебя прокляли, предали анафеме. Не относись слегкомысленно, потому что через это на самом деле высвобождается сила проклятия. За этим стоят демонические духи, которые ищут в Тебе трещину. Если будешь шлаб, то этот демонический дух, он может пробить Тебя, ввести Тебя в падение, ввести в Тебя грех, в депрессию, в отпадение полностью от Бога, или нанести какой-то урон физический, урон Твоему здоровью, Твоей судьбе, Твоей жизни вообще. Поэтому они молились, Господи, присмотри за угрозами. Никогда не относись слегкомысленно к угрозам в Твой адрес, к угрозам даже словесным, а не только физическим, как это было в Первой Церкви. Молись Богу, Бог, пусть никакое проклятие не сбудется. Как и написано, помните, в Писании, что незаслуженное проклятие, оно не сбудется, как птичка улетит, как воробей вспорхнет, и не будет его. Но давайте поймем, что незаслуженное проклятие, оно не сбудется не то, что автоматически. Ведь кто-то из вас когда-либо видел, каким образом охраняют огороды от птиц. Ставится специальное чучело, или птицы отгоняют от огорода, от посева, чтобы они не кушали семена, посеянные в почву. Их нужно отгонять. Вроде птица не сильная, она не сильна, но все равно ее нужно отгонять. И часто воробья нужно отгонять. Однажды ко мне в квартиру залетел, помню, воробей, это было в детстве, и мне пришлось потратить немало времени, чтобы выгнать воробья в форточку обратно. И Писание говорит, проклятие в твой адрес, даже незаслуженное, в твой адрес высвобождение, оно как воробей не сбудется. То есть это не слон, да, это воробей, но иногда воробья нужно выгнать. Иногда воробья нужно как бы противостать воробью. Вот как воробей улетит, так и проклятие. Если на голову сел воробей, нужно головой потрясти так, помотать, чтобы воробей улетел. Поэтому нужно, друзья, не просто просить Бога, чтобы Бог избавил тебя от угроз, чтобы не исполнилось проклятие. Нужно разрушать, нужно противостоять этим угрозам, разрушать эти проклятия, прогонять этого воробья. И тогда проклятие незаслуженное, как воробей, оно улетит. Тогда, когда ты отпугнешь этого воробья, оно не сбудется. Давайте откроем Римлянам, глава 8. Послание к Римлянам, глава 8. И в этой главе мы видим, здесь такой простой принцип, Павел описывает, говоря, 8 глава, стих 16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Простой принцип, Павел говорит о грехе, но есть простой принцип, который прописан во всей Библии и прописан вообще здравым смыслом этой жизни. Вот кому ты сегодня отдаешь себя в рабы для послушания, тому ты и раб. Дело в том, что в древние века можно было пойти и продать себя в рабство человеку. И ты будешь рабом, потому что ты продал себя. Или можно было пойти и просто отдать себя. Я хочу быть у господина мой. Помните, там даже ухо к двери прикалывали. Я хочу добровольно быть рабом. Я люблю своего господина. И если ты отдал себя добровольно рабом, ты раб. Сегодня многие церкви строят свое учение так, что человек посвящает себя динаминации. Он подсознательно и добровольно отдает себя в рабы своему религиозному лидеру. Многие учения так построены. Ты должен быть слушаться за тем лидером, которым Бог тебя поставил. Ты должен во всем его слушаться и не сомневаться. Это есть левые учения, отдающие человека в рабство. Лидеру, церкви, динаминации. И люди часто сами себя отдают в рабы для послушания динаминации человеку. Вот кому ты себя отдал в рабы, тому ты раб. Раб это тот человек, кем распоряжается по своему усмотрению. Тот, который себе не принадлежит. И часто некоторые из нас в церквях отдавали себя в рабы людям. Отдавали в рабы. И если ты отдал себя в рабы, ты должен понимать, что когда ты раб, и в твою жизнь хозяин высвобождает злое слово, проклятие какое-то, то оно имеет возможность сбыться. Потому что ты раб. Ты не можешь. Ты раб. Раб он ничего не решает. Хозяин решает в твоей жизни. Так вот решения хозяина часто могут быть эффективными. Потому что ты себя подсознательно отдал в рабство, лидеру и динаминации. Не делайся рабами человеком, отдай себя в послушании Господу Иисусу. Подчинись Господу Иисусу. Нужно покаяться. Нужно сказать, Господи, Боже, я отрекаюсь от того, что я принадлежал этой общине. Посвящал себя именно общине. Как раб. Я покорялся лидеру. Я полную свою судьбу отдал в рабство человека. Друг, отдай себя в рабство Иисусу. Отдай себя в рабство Божьему Слову. Отдай себя в рабство. Если ты будешь прорабощен Божьим Словом, ты никогда и не будешь ненавидеть любого религиозного руководителя, любого брата. Ты всегда будешь его любить. Но ты не должен отдавать себя в рабство кому-то. И поэтому некоторые проклятия могут быть действенны в жизни тех людей, которые взбунтовались против системы, а вернее стали слугами Божьими, которые принесли евангельскую мысль и потребовали плода для хозяина виноградника. И в их жизни были высажены проклятия, и они где-то достигли, имели место. Люди не имеют успеха где-то, болезни приходят. Почему? Потому что ты отдал себя в рабство. Ты открыл канал определенный, чтобы дух проклятия действовал. Закрой канал, выйди из рабства, отрекись от этого рабства. Ты не раб людей, а раб Господа Иисуса Христа. В Римлянам 6 главе, 8 главе написано, стих 35, Ребята, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или холод, или ногота? Если тебя сегодня отлучили от церкви, друг, пускай тебя отлучили от общины, пускай тебя отлучили, ты не должен бояться. Кто отлучит нас от любви Божьей? Если сегодня пребываешь в любви Божьей, если ты сегодня соблюдаешь заповеди Божьи, а Иисус сказал, кто соблюдет слово Мое, того Я возлюблю, того Отец возлюбит. Если ты сегодня страдаешь за соблюдение Божьего Слова, ты пребываешь в любви Божьей. Пусть тебя отлучат из общины, пусть тебя проклянут, но кто тебя отлучит от любви Божьей? Пребывай в любви Божьей, это важнее. Ты боишься, что ты остался один, без общины, да как я буду, слушай, ты зато не остался без любви Божьей. Настала новая эра, новая пора по-особенному и по-настоящему пережить любовь Божью, а не любовь, размешанную какими-то динаминационными фишками, такой динаминационной любовью. Любовь Божья для тебя открывается, и никто тебя не может отлучить от любви Божьей. Вот. Но такая еще есть важная вещь. Псалом 36 говорит, что не негодуй, брат, на злодеев, не гневайся. Когда ты видишь человека, который неправильно живет, против тебя поступает, но он успевает в своем пути, не ревнуй успевающему в пути, человеку лукавствующему, то есть человек делает зло, а у него успех. Не ревнуй, не гневайся, написано, оставь ярость твою, потому что это зло, говорит Псалом 36, а делающие зло истребятся. Понимаете, часто многие люди, они когда в церквях их предают анафемию, выгоняют за правду, они начинают гневаться, проявлять ярость, и этим делают зло. А написано, что делающие зло, они истребятся. Ты сам себя открываешь под истребление, под какую-то атаку, остаешься без защиты Божьей, потому что ты гневаешься, и ты в ярости пребываешь. И тогда ты можешь, что-то может произойти, ты можешь спасть в депрессию, может прийти болезнь, и тебе скажут, смотри, болезнь поразила его, он, значит, виноват, Бог наказал его. И иногда такие люди могут впасть в грех даже. Пришло давление, он гневался, возмущался, и раз пошел, напился, или там сблудил. Ему говорят, вот, видите, Бог показал, он напился, видите, Бог поразил его. Поэтому, друг, следи за эмоциями, не гневайся, не возмущайся никогда. И последний текст, Евангелие от Иоанна, 9 глава, 34 стиха, когда слепорожденный, слемный Иисусом, с ним говорили иудеи, но он спорил с ними, говоря, что Иисус праведник, что он не грешник, а те говорили, что он тебя исцелил в субботу, он грешник, и человек не соглашался. И тогда написано в Иоанна, 9, 36, они выгнали его вон. Это означало буквально, не просто они выгнали его из комнаты, они отлучили его от синагоги, отлучили от религиозной общины. Это было очень страшно в то время. Это считалось, что человек проклят, он вне религиозного общества, он вне общины, он вне синагоги. Его выгнали вон, то есть отлучили от синагоги. И когда Иисус услышал, что человека этого выгнали из синагоги, он пришел к нему и говорит. Он сказал, веруешь ли в Сына Божий? Тот сказал, веруя кто? Он говорит, я, это я. Друг, если тебя выгнали из религиозной общины, настало время по-новому начать веровать в Господа Иисуса Христа. Это новый уровень веры. Настало время познать Его. Он придет к тебе, если тебя отлучили за правое дело, он придет к тебе и скажет тебе, вот он я, это я. Ты познаешь по-настоящему Иисуса. Пока ты там в религиозной общине был, ты не мог где-то во всей полноте узнать этого настоящего Иисуса. Поэтому ободряю тебя. Не депрессируй, не гневайся, но начинай служить Христу. Знай настоящего Иисуса и служи Ему. Распространяй Евангелие, открывай домашний церквь. Служи Господу, как можешь, и не бойся этих проклятий и отлучений. И что они есть, они есть совершенно ничто. Христос есть все. Да будет Иисус с тобой. Благословение Божие. Тебе, друг.